Вчера в управлении МВД России по Магаданской области прошла встреча начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Магаданской области Дениса Зотикова с представителями СМИ. Беседа была посвящена деятельности полицейских по пресечению и выявлению незаконной организации и проведению азартных игр. Федеральным законом номер 244 29 декабря 2006 года на территории Российской Федерации игорная деятельность разрешена только в четырех игорных зонах, расположенных на территории Калининградской области, Краснодарского края, Алтайского и Приморских краев. Соответственно, организация данной деятельности иных субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории Магаданской области, является незаконной. Несмотря на существующий запрет, предприимчивые жители нашей области предпринимают попытки для организации иконной деятельности. Пройдя анализ, можно сказать, что наиболее подвержен данной категории преступления областной центр. Также с начала 2000 года по настоящее время возбуждено 7 уголовных дел в отношении лиц, организовавших и проводивших в областном центре азартные игры. В суд направлено 6 уголовных дел, в том числе 3 с квалифицирующим признаком совершено в составе организованной группы. К уголовной ответственности привлечено 21 лицо. В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное в конце прошлого года по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171 примечания 2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 6 участников организованной группы. Незаконно извлеченный доход составил более 9 миллионов рублей. В настоящий момент уголовное дело рассматривается в суде. В начале текущего года выявлено аналогичное преступление, где участниками уголовного дела стало 11 фигурантов. В настоящий момент предварительное расследование по уголовному делу завершается. Стоит напомнить, что максимальная санкция за организацию и проведение азартных игр предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.